Салимхан Байрамов – один из храбрых сынов Азербайджана, отдавших свои жизни в боях за восстановление территориальной целостности страны. Салимхан был родом из Тмилиси. В столице Грузии он учился в университете, после окончания которого его призвали на военную службу. За три дня до демобилизации началась отечественная война, и молодой человек был отправлен на передовую. Салимхан погиб в боях за освобождение Зенгелана. Он был помолвнен, мы готовились к свадьбе, но пришло известие о его гибели, рассказывает дед шахида Фариз Рустамов. Родные говорят, что боец предчувствовал свою гибель. В последнем разговоре с ними он попросил позаботиться о матери, сказав, что идет на задание, с которого может не вернуться. Несмотря на боль утраты, семья счастлива, что Карабах освобожден от оккупации, и в этом есть заслуга Салимхана. Вечная память сынам Азербайджана, низкий им поклон. В Азербайджане вносятся изменения в виде социальных выплат, условия и сроки назначения пособий. Это отражено в проекте закона о социальных пособиях, который внесен в повестку заседания Милимеджиса 24 декабря. Согласно законопроекту, социальные пособия будут предоставляться также детям военнослужащих, проходящих срочную действительную военную службу. Социальное пособие будет предоставлено на период пребывания военнослужащих срочной действительной военной службы на действительной военной службе. В соответствии с поручением главы государства, Центральный банк Азербайджана и Ассоциация банков обеспечили списание банками основного долга и процентов по 1503 кредитам 830 шехидов, включенных в официальный список Министерства обороны. Обеспечено полное списание 286 кредитов членов семьи шехидов, 1323 кредитов раненых военнослужащих, а также 15 погибших и 9 серьезно пострадавших в ходе армянской агрессии гражданских лиц Азербайджана. В сообщении отмечается, что небанковские кредитные организации также обеспечили полное списание кредитов указанным группам граждан. ЮНЕСКО должно выполнять свою миссию независимо и объективно, и не допускать политизации вопроса защиты культурного наследия. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, в котором комментируется сообщение ЮНЕСКО о направлении в Азербайджан миссии этой организации, передает канал 13. В ведомстве напомнили, что азербайджанская сторона всегда демонстрировала приверженность сотрудничеству с ЮНЕСКО к выполнению обязательств, вытекающих из конфенции, к которым присоединился Азербайджан, в частности, к вопросам по защите культурного наследия. Заявление ЮНЕСКО не соответствует духу сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией. Наша страна на протяжении многих лет вынесла серьезный вклад в деятельность организации по восстановлению и охраны культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе. Охрана культурного наследия в Азербайджане является одним из важных направлений государственной политики. Однако, с сожалению, отмечаем, что наше обращение в ЮНЕСКО для расследования таких военных преступлений, как продолжавшаяся 30 лет военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупация наших земель, уничтожение, присвоение, изменение сущности нашего культурного наследия, незаконный вывоз культурных ценностей из нашей страны, игнорировались, и секретариат ЮНЕСКО не проявил решительности в этом вопросе, указывается в сообщении. В Азербайджане на 2021 год прогнозируется рост внутреннего валового продукта на уровне 3,4%. Об этом говорится в проекте госбюджета Азербайджанской республики на будущий год, представленном Министерством финансов, передает канал 13. Ведомство также прогнозирует восстановление темпов роста экономики и увеличение валового внутреннего продукта в реальном выражении до 75,8 млрд манатов. Кроме того, предположительно, вырастет доля ненефтяного сектора ВВП. Находящаяся в Азербайджане группа саперов Вооруженных сил Турции проводит в специальных инженерных городках тренинги по выполнению задач инженерного обеспечения. В ходе тренировок саперы проводят разведку местности, выполняют учебные задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, используя специальные средства и специально обученных собак. После завершения подготовительного процесса турецкие специалисты будут задействованы в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Строительство дороги от грузинского города Рустави до пограничного пункта Красный мост на границе с Азербайджаном отложено. Об этом заявила исполняющая обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Маяц Китешвили. По ее словам, причиной этого стала нехватка финансовых ресурсов, вызванная пандемией коронавируса. Схитешвили полагает, что некоторые проекты неизбежно будут отложены. Участки Рустави, Красный мост и Рустави-Садахлы также в их числе. Мы не сможем запустить их до 2023 года. Хотя мы готовы к реализации проектов, финансовые и фискальные рамки этого не позволяют. Отметим, что в феврале прошлого года Европейский инвестиционный банк выделил Грузии кредит в размере 250 миллионов евро в связи со строительством автомагистралей Рустави-Красный мост и Рустави-Садахлы. Строительные работы планировали завершить в 2023 году. Создание железнодорожного сообщения через Нахчеван с другими территориями Азербайджана улучшит потенциал грузовых и пассажирских перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу. Как передает канал 13, об этом сказал на мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию автомагистрали Тебрис-Сахан в провинции Восточный Азербайджан, министр дорог и градостроительства Ирана Мухаммед Эслами. По его словам, эта железнодорожная линия имеет большое значение для Ирана. Министр также отметил, что в данном контексте между Ираном, Азербайджаном и Россией достигнута договоренность. Договоренность о строительстве Центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе реализуется, и Турция направила туда 60 представителей военного персонала. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала НТВ министр национальной обороны Турции Холисий Акар. Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве Центра между тремя сторонами достигнуты. Остается решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будем говорить с российской стороной, снова обсудим эту тему, сказал Холисий Акар. По словам Акара, руководить работами будут совместно турецкие и российские генералы. Он пояснил, что непосредственно в контроле за поддержанием перемирия в Нагорном Карабахе вместе с российскими будут заняты от 30 до 60 представителей вооруженных сил Турции. Они вместе с русскими будут делать все, чтобы обеспечить постоянство режима прекращения огня, отметил Акар. Останно, руководит соедини mistress dickấp, вчера переклико решимоот Chuces vá llevar от 30 до 60 лет. Останно, руководит соедин Shadow Silvio phenomenal ф carrot закрыла. на работе с этим, это мы обединили. Теперь мы, мы связали их на любую очередь. На данных – какомо-махат, нам не обязательно на данных стальгах, об الاعتмедии решения о принятии, после того, что работы. Мы присоединили други armей, каким во время части Тракта, вместе вместе с их компанией. Он также вместе со своими 30-60 чьимами, они вместе со стороны, мы сможем делать его с их компанией. Субтитры создавал DimaTorzok